Я рад приветствовать всех телезрителей и радиослушателей. С вами Бутылкус и это внезапно ролик про линукс. Вот частенько пишут, давай еще что-нибудь про линукс расскажи. Ну, особо-то рассказывать было нечего, а тут вот я столкнулся с ситуацией, что хочу настроить второй монитор. Как это происходит в Windows я и по старой работе хорошо знаком, то есть в общем-то там все просто, настраивается так, как будто экран находится рядом. Ну, в основном я пользовался проектором, ну, для того, чтобы демонстрировать какие-то проекты, графики и так далее. Вот, выглядит это все вполне очевидно, где-то якобы там за правым, за левым или за нижним или за верхним краем одного экрана, основного экрана монитора, находится некий второй типа монитор. И на него вот таким вот обычным движением, вот как я сейчас делаю, уносится просто приложение. Раз, и ушло. Собственно, все. И получается, что дублируется приложение, ну, не то, что дублируется, а просто перемещается окошко приложения на другой экран. Все, что было способно Windows. Сейчас мне стало интересно настроить себе второй экран, конкретно настроить, потому что у меня подключен телевизор, он достаточно большой, более, наверное, почти метр, наверное. Нет, ну, наверное, 75 сантиметров. Ладно, это не имеет какого-то такого серьезного значения. Главное, что это второй монитор 1920 на 1080, 60 кадров, там Full HD, все дела, подключен он по HDMI, все к той же старой доброй NVIDIA 770 GTX с титановым охлаждением, бла-бла-бла, разогнанный на 4 гига оперативы. Вот, ну, вся конфигурация моего компьютера есть. Ну, а на ваших экранах вы видите непосредственно то, что я вижу на экране основного монитора. Пусть вас эта рекурсия не сильно пугает. Меня от нее тоже плющит. Давайте вот так сейчас сделаем в уголочек. Наркомания, однако. Ладно. И я настроил так, чтобы можно было переключаться между двумя мониторами. Обратите внимание, вот две сцены. И если я буду переключаться, вы увидите красивый эффект такого плаванного перехода с одного экрана на другой. Вот сейчас второй экран выглядит вот так. То есть я поставил туда обои. Это то, что сейчас непосредственно я вижу на экране телевизора. Вот. Возвращаемся обратно. Я вот буду периодически щелкать, поэтому вы будете видеть все вот так вот в режиме реального времени. Мне стало интересно, а можно ли реально так вот прям полноценно и красиво настроить рабочие столы так, чтобы это прям вот было прям секси-секси-секси. Чтобы мне было удобно. Включил телевизор, и ты видишь нечто более удобное, чем, например... Ну, удобное для пользования с телефона, потому что я компьютером управляю с телефона до кучи. Ну, вы видели, как это происходит в случае с телеприставкой, назовем это так, на базе Raspberry. Но то же самое можно сделать, разумеется, и с полноценным компьютером, что я и сделал. Я полностью могу контролировать компьютер. И теперь еще и телевизор опять полностью телефоном. Это очень удобно. Ну, и, соответственно, на телевизоре, опять же, можно смотреть фильмы. Ну, и что-то еще делать. И вот что именно еще делать, я хочу посмотреть. Ну, и, собственно, вот. Сейчас вы увидите справа, приедет курсор. Вот он, он приехал. Ну, вот. И теперь я сейчас буду смотреть уже... Давай, мне нужно повернуться. Буду смотреть на экран телевизора. Что я хочу сделать? Вы видите, это абсолютно пустой экран. Кроме ореха кэшью, вот, в правом верхнем углу ничего нет. Собственно, этим орехом кэшью-то мы и воспользуемся. Заодно я вам покажу, как этот орех кэшью можно скрыть. Он скрывается. Многих бесит. На самом деле, он очень хорошо прячется. Смотрите, по умолчанию этот орех можно увезти куда угодно. То есть, в любой угол. Вот, он перемещается по углам экрана. И, причем, его можно еще и дополнительно выключить. Но это не имеет какого-то серьезного, опять же, значения. Я перемещу его в правый нижний угол, чтобы было понятно, зачем я это делаю. Сейчас все покажу. Но для начала. Я хочу добавить сюда виджеты. Видно, что можно добавлять виджеты. Хочу добавить сюда виджет. В первую очередь, меня интересует... Нет, ну, включения-выключения нет. Давайте посмотрим в категории. Окна задачи. Мультимедиа. Средства разработки. Файловая система. Свидения. Так, а запуск... А, вот. Запуск приложений. Итак. Добавим сюда классическое меню запуска приложений. Ну, то есть... Вернемся на основной экран. То есть, вот такое. Но я хочу сделать это так, чтобы у меня была возможность это не кликать. То есть, вот, пользоваться только курсором. Чтобы оно было вечно открытым. И это реально можно сделать. Возвращаемся сюда. Добавляем виджеты. Ой, комнаты открыл случайно. Ну, это очень-очень тяжело вот так вот переключать внимание. Сами понимаете. Итак. Запуск приложений. Берем классическое меню запуска приложений. Перетаскиваем. Неужели будет просто кнопка? Я надеюсь, что он превратится в полноценный виджет. И это полноценный виджет. Клево. Смотрите. Значит, теперь можно сделать вот что. Оставим его... Ну, да нет. Пожалуй, вот здесь вот его и оставим. В правом верхнем углу. Это вполне удобно, я думаю. Ну-ка. Да, есть возможность полностью масштабировать это все. Как виджет на телефоне. И вот, чтобы без прокруточки это все было. Ну, еще чуть-чуть. Да вообще вот так вот. На полэкрана сделаем. Пускай. Почему бы и нет. Все. Теперь у меня есть возможность запускать приложение. Прямо отсюда. Всего-навсего. Пользуясь. Если бы у меня еще и сенсорный экран на телевизоре был. Было бы вообще шикарно. Вот. Ну, понимаете, да? И в принципе вот можно прямо сейчас на планшет или на телефон такую систему ставить. Вот видите. Хопа. И все. И не нужно ничего нажимать. Все работает. И приложение можно пользоваться сразу. И так. Что я хочу сюда еще сразу добавить. Мне было бы очень удобно. Вот. Опять же. Щелкаем. И. А что это у меня? А, ладно. Это не принципиально. Допустим. Вот щелкаем. И открываем почтовый клиент. И у меня на этом экране открывается почтовый клиент. И я могу, соответственно, смотреть почту. Это очень удобно. Не вставая, например, с дивана, я могу спокойно проверить почту. И даже, возможно, ответить. И все это с использованием просто телефона. Не подходя к компьютеру. Клево. Или, например, ответить на звонок в скайпе. Вот. Тоже, что важно. Причем я могу также камеру поставить на... Ну, на сам телевизор. Просто сверху там или сбоку куда-нибудь поставить. И все. И ходить по комнате. Потому что у меня скайп настроен на передачу звука с камеры. А камера имеет неплохой такой микрофон. Но автоматически регулируемый. Который и из дальнего угла комнаты нормально передаст звук. То есть, ну, классно, классно. Скайпом будет удобно очень пользоваться с телевизора. Я хочу сюда добавить в первую очередь календарь. Дата и время. Что у нас здесь есть? Таймеры, цифровые часы. Часы с циферблатом. Время в двоичной записи. Календарик. Нет, давайте сначала часы добавим. Вот с циферблатом, наверное, очень удобно. Да, вот, очень удобно. Время полседьмого. Очень, очень даже прилично. Ну-ка, давайте-ка мы этот виджет перетащим как-нибудь. Ну, как-нибудь поудобнее бы его сделать бы. Сейчас вот так вот в уголочек его поставим. Теперь смотрите. Оп, очень удобно открывается в другом углу. А, надо было так пониже, да? Ну вот, то есть, часы, чтобы понагляднее, их можно побольше сделать. Вот, я их сделал побольше. Вот, то есть, даже особо не сильно зрячий человек часы эти увидит. И должна быть функция. Да, так и есть. Смотрите, текущее время показывает. И текущие события. Ночная первая смена сегодня была у меня. Оп, и открывается календарь. Класс. И его можно настроить. О-е-е-е. Вот это вообще огонь, ребят. То есть, по клику открывается на часах, открывается готовый календарь. Я могу смотреть все события. Обратите внимание. Выбираем, например, 28 число. Сегодня первая ночная смена. Завтра вот ночная вторая. Третья ночная. Должна быть тренировка у меня в субботу, да? Первого июля. А, в пятницу, первого июля. Сразу после ночной. Но я болел. Ну, так или иначе, обратите внимание. Этот календарь показывает мой Google календарь. Есть возможность синхронизировать. Прикиньте, да? Еще 1 июля можете написать моему бате поздравление с днем рождения. Он так же, как и я, родился в июле. Точнее, это я, как и он, родился в июле. Значит, вот, что важно. И опять же, обратите внимание. Теперь все, что мне необходимо делать, это так же, как и в случае с тачскрином. То есть, просто клик совершать. Так же, как на телефоне, например. Или на планшете. Вот, оп, клик. Оп. Все. Причем он не закрывается. Я вот, наверное, вам не очень хорошо слышно. Хотя, наверное, слышно. Но так или иначе. То есть, кликаю куда-то мимо, календарь остается открытым. То есть, это можно настроить вот так и оставить. Но я вот оставлю вот так, пожалуй. И, наверное, чуть-чуть сожмем. Потому что... Ага. Он пропорционально, да? А есть как-то возможность подвигать вот эту рамку? Нет? Ну, ладно. Опять же, это не критично прям настолько, чтобы уж прям вообще. Но очень удобно. По клику будет закрываться. И вот эти панельки, которые вот всплывают, вот настройки виджетов, при блокировке виджетов, разумеется, они будут исчезать. Так, еще мне сюда бы настроить системный монитор. Потому что, когда я, например, записываю игры, мне было бы очень удобно, просто повернув голову, видеть загрузку процессора, загрузку памяти и так далее. То есть, и температурные датчики было бы еще неплохо наблюдать. Так, а это наверняка где-нибудь есть. Игры и развлечения, лингвистик, окна и задачи. Нет. Сведения о системе, скорее всего. Так, быстрая настройка, индикаторы батареи. Обратите внимание, индикатор батареи, это можно сделать, опять же, на планшет, просто поставить готовую систему. Так, использование памяти. Оставляем это здесь. Использование процессора, монитор ввода-вывода жестких дисков. Настройка планшета, кстати, обратите внимание. Оборудование компьютера, подключение, пузырьковый монитор загрузки системы, сетевой монитор, системный монитор. Наверное, вот он. Так, вау. Использование памяти, сетевой, оборудование компьютера, использование процессора. Шикардо, слушайте. Какой охренительный виджет. Так, вот это убираем, это мне уже не понадобится. Вот, да, загрузка стандартная. Ну, сравниваю с тем, что показывает OBS. Собственно, использование OBS 24%, 29,5%. Вот оно. Ништяк. Это что у нас? Сведения о процессоре. Вот они все процессоры. А, вот, собственно, вы и видите все. И HDA NVIDIA, это HDFISH на аудио. Так, HDMI 1 звук выводится. C1U USB аудио. HD веб-камера. О, это все, короче. Это, видимо, оборудование компьютера вообще все показано. И киллер. Да, это вот все мое оборудование. Железо. Монитор сети. Класс. Сеть, процессор. Что это у нас здесь? Место на диске фикснем. Монитор вывода жестких дисков. Нет, это мы тоже уберем. А, ну, процессор оставим. Сеть оставим. Температурные датчики. Крутяк. 68. Это, ого, 68. А, ну, это температура моего процессора, видимо. Тут вот с этим у меня проблемы еще. 69, 70. Блин, как бы он не перезагружаться не начал. Ну, ладно. Очень удобно, очень классно. За этим можно хорошо следить. Прям вот прям радует использование процессора. А, ну, это включить, выключить. Ага, причем порядок кликов определяет. Во, вот это круто. Нагрузка на сеть. Сеть мы уберем тоже. Оставляем процессор. Оставляем память. Так, и во, 2.6, процессор 40. Ништяк. А как бы вот настроить бы еще поля так, чтобы их можно было перемещать, поуже, пошире сделать. А, вот. И все датчики прям, смотрите, показываются. Подкачка. Можно подкачку выключить, потому что она у меня редко забивается. Вот так, оп. Переменим. Вот. И с физической памяти остается сразу вот так. Вот. Комбинация клавиш. Это не принципиально. Процессоры? Ну, да ладно. Готовый виджет. Во, и прям по формату получился. Вообще отлично. Оставляем этот виджет здесь. То есть нагрузку будет показывать. Класс. И, собственно, мне бы добавить сюда панель переключения. Ну, или виджет переключения между активными окнами. Это очень удобно. Очень удобно. Вот так вот еще растянем это. Или наоборот вот так вот поуже сделали. Ну, ладно. Здесь не принципиально. Тут, опять же, все это настраивается. Шрифты. Метод ввода. В общем, это все тоже настраивается. Где-то здесь можно настроить шрифты. Оу. Настройки виджета у меня уехали на другой. На другой экран монитора. Ладно. На другой монитор, точнее. Ну, ладно. Ничего не принципиально. Оставим пока так. И, собственно, сейчас я вам покажу, как можно скрыть этот орех кешью и добавить сюда панель. Итак, добавляем панель. Не виджеты, а панель. Вот обратите внимание, как ведет себя орех кешью. Вот сейчас он показывается именно как, вот видите, самостоятельная такая функция. Вот заблокировать виджеты, комнаты, управление комнатами и рабочими столами, соответственно, блокировка экрана, завершение работы. И, собственно, такое вот, именно управление виджетами. Сейчас мы превратим его сразу же в окно, не окно, а кнопку настройки панели. То есть, то есть, переключаемся. Вот он он, вот этот орех. Обратите внимание, вот то же самое. Я сейчас кликаю на него. Это точно такой же орех кешью на другом, вот видите, перемещать могу его даже. Точно такой же орех кешью в виде настройки системы, настройки системного вот этого вот такого классической панели. Вот сейчас я сделаю ту же самую панель, не ту же самую, точнее, а в кастрированном виде, просто как вот панель запущенных приложений, не более того. Добавляем сюда панель. Есть стандартная панель, это стандартная панель, группирующая панель. Это, я так понимаю, будет по значкам группировать. Пустая панель, просто пустая панель, настройка виджета. Окей. И, видите, оп, и сразу он превратился, этот орех кешью превратился в настройки панели. Клево, да? И опять же, можно настраивать высоту. Можно настраивать ширину. Ну, то есть, можно вот подвигать и сделать его в стиле, ну, macOS, например, как-нибудь вот так. Клево, да? Теперь, блин, у меня два ореха кешью, и это меня бесит немножко, поэтому мы не будем такой фигней заниматься. Вот так вот сделаем. До упора растянем, ибо нефиг. Меня такое всегда бесило, и бесить будет всегда. И сюда теперь добавляем еще один виджет на саму панель. Необходимо добавить виджет, окна и задачу, скорее всего, панель задач. Переключение между запущенными приложениями. Оп, все. Теперь, вот вы этого не видите? При клике на OBS, это единственное запущенное приложение. Сейчас просто записывает, и все. Единственное запущенное приложение. А на мониторе, в компьютерном мониторе, оно сворачивается и разворачивается. Офигенно удобно. И все, собственно. Вот на этом я бы и остановился, пожалуй. То есть, вот это более чем достаточно. Запуск приложения у меня отдельно здесь. Хорошо бы просто избранные приложения здесь оставить. Ну ладно, опять же, это не принципиально. И можно теперь просто взять и сделать вот такую... Ой, нет. Вот такую штуку. Блокируем виджеты. И обратите внимание, AricCash и исчез. Все, нет его. Вот кого он бесит, просто унесите его в правый нижний угол. И он превратится в настройки панели, которые будут автоматически скрываться при блокированных виджетах. Все. Полностью настроен, как видите. Теперь не появляются, вот если ездить вот над виджетами, не появляются вот эти всплывающие плашки для настройки виджетов. То есть, я их уже не могу перетаскивать, а они продолжают функционировать, как должны функционировать. То есть, кликаем, открывается календарик. Вот так вот. Причем, если я выключу телевизор, система распознает, что второй монитор отключился, и с этими виджетами ничего не произойдет. То есть, компьютерный экран у меня останется вот в таком же виде, в каком он был. Сюда ничего не переедет, ничего такого не случится. То есть, все очень и очень интуитивно понятно, а главное удобно. Но основной прикол-то заключается в том, что это все безнадежно устарело, уже безнадежно устарело, как только вышла пятая плазма. А вышла она очень давно. А вот я не знаю, может ли делать такой Windows 10, например, но если оно может, то знайте. И это все было нагло украдено именно отсюда. Из безнадежно устаревших четвертых кедов. Ну, они здесь уже тоже называются плазмой, но так или иначе. Вот. Вот такую вот штуку можно сотворить просто на экране монитора. А главное, что, обратите внимание, OBS по умолчанию вот настолько вот качественно сделанное приложение. Без проблем распознает несколько экранов. То есть, я могу вот так вот выбрать. И вот два моих экрана, видите, да? 2048 на 1152. Это основной экран. А вот второй экран. Экран телевизора. Screen 1, 1920 на 1000 что-то там. Дополнительные настройки. А это вот, кстати, смещение. 2048 и 36. Это смещение, как бы это сказать, относительно нуля первого экрана. То есть, вот Screen 0 это первый экран, 0, 0 смещение. А это смещение 2048. Ну, потому что длина, как вы понимаете, это вот горизонталь 2048 на 1152. Поэтому 36 это ровно 36 и еще 36. Вот 72 разницы получается. Вот 1080. Ну, вы поняли. В общем, компоновка такая, что вот так вот посередине. Вот так вот пристыковано. Класс. И на другую сторону, смотрите, какая штука. У меня, видите, уехало на половину окошка. Ну, шикарно. Ну, вот это то, что и умело делать Windows. Вот. Очень классно. Я надеюсь, что вам это видео каким-то образом пригодилось. Я надеюсь, что оно вас чему-то, может быть, научило. Чем-то повеселило. Или, может быть, раздразило. Раздражило. Раздражило. Как правильно? В общем, посеяло раздражение и смятение в ваших умах. Вот так вот. Справиться с ним. Что это очень узкоспециализированная система. Она не для людей. Это вообще дикое говно. Фу-фу-фу. Как им можно пользоваться? Да вот. Первый раз в жизни я настраивал в Linux 2 монитора. И обратите внимание, насколько охренительно я это сделал. Можно еще с компоновкой немножко поиграться. Тут поиграть булками. Что-нибудь еще добавить. Ну, классно же, согласитесь. По-моему, вообще великолепно. Мне нравится. Мне очень нравится. Ну, что ж вам сказать еще, господа. Подписывайтесь на канал. Вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылки в описании есть. У нас там появился квасной эксперт. Рассказывает о квасе. Рассказывает различные холостяцкие рецепты хавчика. То есть, все для нас. Все для нас, ребят. Мы ищем, привлекаем новых людей. Генерируем новый контент. Ну, вот. Как я и говорил. Вот просто чувак ведет свой блог. И я с удовольствием пригласил его в группу. Вести персональную рубрику. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Так что на его канал тоже подписывайтесь. Очень классный, харизматичный чувак тоже. Вы тоже его полюбите. Я уверен. Не менее интересен, чем я. Я надеюсь. А может быть даже и более. Вот. Это моя такая скромность. Все, господа. На этом с вами был Бутылкус. Всем удачи. Всем спасибо. Всем пока.